Под воду, под воду, Тань, срочно! Только на меня работает. Мне смешно этим, очень тяжело смеяться. А ты не смейся, ты просто... Зая, смотри, подойди сюда, на место меня. Я не буду, ну все, что ты меня позоришь? Ты заплыви, заплыви отсюда. Зая, заплывай. И типа невзначай там появишься, типа такая. Как? Смотри, мы уходим, уходим. Смотри. И давай, и типа раз, и ты вылазишь такая. Не работает. Чик. И у меня работает, видишь? Я не ту маску. Я одел ту маску, Тань. Там бэби-малюк был нарисован. Нет, нет. Смотри, вот это вот типа верняк. Работает, нет? Нет. Ты вообще похрен на ту маску. Не переживайте, кто-то пишет. Тань, ты красотка. Нет, я не красотка. Тань, красотка. Лайк, лайк. Класс. Ой, боже, прости. Я вообще не хотела выходить в любой мир. Это Ваня решила, я говорю, хоть надень маску на меня. Зачем ее одевать вообще? Надо быть естественным вообще в жизни. Конечно, естественно. Будь естественным. А я вот естественный. Молодец, ты красивая, Яша. А ты самая красивая. Купаемся. О боже. Настолько быстро здесь садится солнце, чтобы упали через, наверное, минут 7-10. Уже будет темно. Поэтому мы ненадолго. Да. Как бы красотка, фильтры не нужны. Вот, видишь? Ладно, ребят. Я шучу. Ну, не то, чтобы я шучу. Но я, правда, у меня просто такой еще с лицом. Крыщи такие. Жуй. Я даю им сейчас возможность, как это сказать, зажить. Поэтому я не крашусь абсолютно. И поэтому вот так. Это жесть, конечно, да. Как погода? Погода хорошая. Супер вообще погода. Вчера, позавчера, сегодня солнце. Каждый день. Сегодня было очень жарко. И вчера было очень сильно жарко. Невозможно загореть, потому что когда ты лежишь на солнце, ну, невозможно просто. Мы вообще пришли к выводу к тому, что когда немножечко облачно, то, наоборот, комфортнее отдыхать, чем под прямым солнцем, потому что очень сильно жарко, тебе некомфортно от жары. Тут, кстати, комфортный очень климат, но если прям солнце, достаточно часто бывает такое, что ветра нет. Вот, поэтому... Часы, да, водонепроницаемые. Ну, если я спрашиваю, ну, они чуть подглючивают, кстати, от воды. Это ты с ними уже столько ходишь? Это потому что я в соревновании, наверное, не купаюсь тоже. Часы так эффектно под плугу хлам. Да, ну-ка, давай, ты такая... Вот, ты знаешь, Тань, ты сама эффектная. Вот, ты умеешь этот эффектный. Смотри, я тоже сейчас эффектно подплываю. Смотри, смотри, смотри. Классный у нас именно прямой эфир, просто который люди заслужили. Маска работает только на тебя. Это же моя маска. А, извини. Да тут она на всех работает. Ты кого хочешь, блядь, поставь, будет работать она. Сколько у вас сейчас градусов? Где-то 30. 29, наверное. 29. Ну, кстати, здесь ощущение температуры вообще по-другому. Вообще другое. Например, чем вот в Киеве. Почему ты решил выйти прямой эфир в бассейне? Не знаю. Потому что это прикольно. Ты когда-то выходила из жизни в прямой эфир в бассейне? Нет. А потом тебя кто-то... Вот так ты просто будешь рассуждать, где-то говорить. А я выходила в прямом эфир в бассейне даже. Поверни камеру, я тоже хочу сесть выше. Так, зато вида нету на океан. Только на этот заборчик. Не хотел видеть на океан. Угу. Не зацемноваться. Когда вы сделаете розыгрыш с Алиной? Я... Все вопросы. Думаю, что сегодня сделают. И я сделаю сегодня. 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 Как видите, я привлекаю порядок. Пойду помоюсь. Побреюсь. Помоюсь, побреюсь. Синку подровняю. Плохо слышно. А, это, видимо, динамик сейчас тут. Ёптер. А, он в воде. Поняла? Жест. А сейчас слышно нормально или нет? Ребят, дайте знать. Походу твой динамик замочили. Ну все, супер, выходи. Со звуком что-то. Ё-моё. Классно повисели. Звук как под водой. Да, замочили мы динамик. Как и действие. Да, ты тут выключай этот... Точнее, господи, не сохраняйся. Сейчас лучше? Тихо. Плохо. Звук Е. Слышно, слышно. Вон, все, люкс. Мне главное... Сейчас все хорошо. Тань. Все норм. Хорошо слышно, Таня. Продолжай дальше висеть. Выходи, потому что мне холодно. Ты чего, блин? Классно, что пообщались. Я предлагаю Ване, если у него такое большое желание заходить в прямой эфир, делать это со своего телефона. Но он... Я, честно, боюсь. Думаю, что меня никто смотреть просто не будет. Вы будете смотреть? Из-за этого я не выхожу в прямые эфиры. Просто ответьте, вы будете Ваню смотреть или нет? Тупо будет смотреть и... Моя мама, мой папа и все. Кто еще может смотреть? У бабушки нету телефона. Да, а такой прямой эфир, где ты вышел и даже не читаешь вопросы, все будут смотреть. Да. Что пьете на отдыхе? Мы вообще не пьем. Вообще не пьем. Я, кстати, на все вопросы отвечаю. Ну ты же воду пьешь? Или там про алкоголь? Ну имеется в виду, наверное, про алкоголь. Ну воду пьем. Колу пьем. Колу пьем. Вот. Я молоко пью. Оно просто бесплатное. Таня молоко еще пьет, да. В бесплатном мини-баре, то мы хоть его выпиваем. Все остальное платное, то из этого и не пьем. В принципе. Начал видеть прямой эфир. Я говорю, е-мое, е-мое. Будет влог. Таня не захотела влог. Я хотел. Говорю, давай возьмем камеру, снимем. Это же для нас память прежде всего. Так, подожди, у меня столько историй. И все. Ну история-то не то. Когда оно смонтировано все в один фильмец, это намного интереснее. Вспомни, как мы классно смотрели влоги наши за 2014 год, например. Блин, это офигенно. Ты погружаешься в тот день прямо. Нет, я скажу тебе по правде. Я чаще пересматриваю свои истории, чем... Ну это ты так... Ну да, мне. Ну было прикольно посмотреть. Ты знаешь, как видеодневник. Или есть ли комары здесь? Кстати, здесь вообще насекомых никаких нет. Есть только один шмель, который за Таней вчера бегал. И то он ее не укусил. Все дело в том, что мы на воде. Здесь нет насекомых. Но если жить на вилах... Ну в общем, в номерах... Я не знаю, ли тебя слышно так хорошо, ты так далеко. Если жить в номерах, которые находятся на... Вон там. Сейчас я вам подпыру, покажу. Ой. Смотрите, вот там вот еще есть вилы, которые на пусте. И если там жить, то да. Там не только... Там и насекомые, там и ящерицы есть маленькие. Можно даже змей есть. Не знаю. А может и нет. Мы скучаем по вашим видео с Ютубом. Я тоже по ним скучаю. Видели знаменитость? Ребята, я вам сейчас объясню. Ютуб это очень энергозатратно. И еще более энергозатратно, чем Инстаграм. Я сейчас вам все разложу. Но есть один нюанс, что Инстаграм все-таки как ни крути... Ого, смотри, самолет тупо в нас летит. Видишь? Ну ладно, забей. Он сел уже. Или что? Ну да. Это гидросамолет. Короче, там да, был такой гидросамолетик, он прям в нас летел и потом сел. Представляете делать такую фотку, типа, не фотошопную, а реальную? Ага, и он на тебя приземлился. Нет, нет, он типа в небе очень близко, и ты такой стоишь. Таня грустит чего-то. Таня, чего грустила? Я не крущу, я просто не... Я хочу идти собираться в женовом ужиновании, вышел прямой эфир без моего спроса. Мне кто-то говорит, мне кто-то говорит, чтобы я показал еще, как я, куда, для вас. Ой-ой-ой. Там даже чуть-чуть закатика вида, но заблочками. Сколько у нас времени? Плюс 4 часа по Киеву. У нас уже 7... Ой. 6 часов... 7, да, уже 7 часов вечера у нас сейчас. Таня, что-то ты грустная, конечно, вообще. Потому что я не хочу сейчас в эфире сидеть. А я хочу в эфире сидеть. Ну ладно, не хочет, Таня, все. Мы уходим тогда. Сефира? Нет, мне не комфортно, потому что я плохо выглядела. Да ты классная. Таня, ты вредная, пишет. Умирает. Смотри, может быть, масочку тебе поменять? Ты клевая, Таня, смотри, сколько тебе сердечек сливает. Ты самая крутая, Таня. Amazing. Ты мой самый большой преданный фанат. Ну реально. Люкс, класс, супер, классно выглядеть, красотка. Это ты, да, все? Это я со всех фейков пишу тебе. Вот. Так что нормально все, Таня. Бегайте утром. Да, Таня постоянно с утра в 6 утра стрем бежит. Побежала куда-то. Ну, до туалета, правда, только, но... И назад. Мы не бегаем, но отдай должное Ване, он ходит в спортзал. Да, ребята, я хожу в спортзал. И возможно даже в какой-то из дней пойду, ясно. Возможно, но не факт. Но не факт, да, я ничего не обещаю, просто предполагаю. Я Танюшу не говорил, пошли вместе, давай, немножко сходим на часок. Сегодня, да, у меня было настроение. Честно, я сам не особо хотел идти. Ну, как-то все побороть. Самое главное побороть себя и все. Вот. Крутяки. Подожди, Таня. Таня, на самом деле, крутяки. Крутяки. Таня, 6 утра, жесть. Ну, да. Это согласен. Это природа, ребята. Это природа. А ну, рез. И все такое. Таня очень красиво без макияжа. Я согласен, мне Таня, кстати, очень нравится без макияжа. Особенно, когда у нее не накрашенные глазки. Знаете, почему я ему нравлюсь без макияжа? Потому что он так вот любит пальцами мне проводить по глазам. Такой странный его, а не фетиш. Знаешь, есть люди, которые любят там ножки так всякие. У меня там всякие в директ. Я ножками поголосал. Что тебе в директ присылают? Мне. Пишиные. Пишиные не присылают. А ну накидайте и пишу ножки. Мне там пишут всякие извращенцы, ну или может как-то не извращение, я не знаю, там типа пришли мне свои носки. Вот реально. Типа по новой почте старые носки взял, отправил. Типа, не знаю, вот такое пишут. Пару раз писали. Можно аукцион выставить, типа какой, знаешь. Носки. Носки от Ани Порфиля, которая носила целых две недели, не снимая. Вот. Так, смешно. Давай на каких-то... Давай, ты же правильно видишь... Ваня, что в Тане самое красивое, например. Я модератор эфира, да. И так, конечно, очень сложно что-то отдельно выделить. Правильно, правильно. Потому что Таня красива во всем и везде и всегда. Хорошо, Натя, мне нравится. Вот. Ну, на самом деле я и часто говорю, что все мне нравится в тебе. А что? Я не помню. Да ладно, серьезно? Ну, глазки. Я каждый божий день об этом говорю. Так что, в принципе, Таня все знает. А что за... А я не буду повторять. Ты должна знать. Так тебя же спросили. Не-не-не. Что вот. Ой, ну много чего на самом деле. Все почти. Все почти. А вот это вот было неправильно. Тань, как добиться такой фигуры? Просто нихрена не делать. Есть пасту, чипсы еще можно. Просто кайфовать от жизни. И все. Не, на самом деле, ребят, фигура у меня обычная. Мне просто достаточно... Ну, плюс-минус так повезло со строением тела. Но фигура меня оставляет желать лучшего. Мне нужно заниматься в спортзале обязательно. Я поставила себе цель на 21-й год. Ваня мне, кстати, открыто говорит о том, что мне нужно заниматься в спортзале. Нет, это прикольно. Я имею в виду, что вот если мы сейчас... Просто мне 27, Тане 26. И если мы сейчас начнем ходить стабильно в зал, то, например, там в 40, в 35 мы будем намного здоровее, лучше выглядеть и так далее. Одни плюсы будут в жизни. Ну, типа... Таня мне, например, говорит, что если я сейчас в этом году или там в следующем не начну ходить в спортзале... Ну, через три года. Последует точка невозврата и все. Вот, да. То есть, вот будет все. Я просто знаю, вот я тоже сейчас поправился, я понимаю, что будет точка невозврата, если я запущу себя еще так чуть-чуть. Потом будет очень сложно просто. Так можно за пару месяцев нагнать форму, а так надо пару лет. Вот так вот, ребята. Да. Таня, слышь, это уже 4 года. О, вот это, кстати, вот, да. Леона правильно подветила. Я это слышу 10 лет. Говорю, вот я цель поставила, все. Начиная с понедельника. Понедельник не начинается никогда. Отдать мне должное, ребят... Вань, сколько я... Подождите, отдать должное... Таня ходила целый, наверное... Два месяца. Два месяца, да. Два месяца до карантина. Я ходила по 2-3 раза в неделю в зал. У меня был тренер. И, кстати, очень даже мне нравилось. Но потом Таня забила и не перестала ходить. Нет, потом случился карантин. Нельзя было. А здесь, знаете как, здесь нельзя расслабляться. Ой, да, конечно. После карантина зал начал... Карантин был два месяца, а прошло год. Ну, вот, о чем я говорю. Здесь нельзя расслабляться. Давать слабинку. Вот только ты вот этот карантин, расслабил булки. Опять все. Потом уже опять... Короче, Бузова... Бузову не встречали. Честно, вот только что плыла вот здесь. Думаю, смотрю, в маске плывет. Я говорю, Таня, беги сюда, Бузова. Мы все сюда, давай ее фотографировать. Она выглянула, такая... Я говорю, привет. И она поплыла дальше. Куда-то вот в неизвестном направлении. Вот куда-то вот туда вот. Да, да. По причалу. Бузова где-то на том острове. Видим ее постоянно. Она нам тоже машет. Говорит. Ребят, привет. Бузова рядом с нами. Ты просто не понимаешь. У меня весь дирак за пистом. Видели ли мы Бузову? Бузову постоянно. Бузову реально... Каждый день Бузова. Бузова. Я же не знаю, куда деться. Ну вот. Приехали, знаешь, на Мальдиву. Думаю, будем здесь звезды. Без Бузовой хотя бы. Хоть куда-то скроемся от нее. Откуда-то и она здесь. Бузова приехала. Реально, постоянно это Бузова. Куда-нибудь. Что мы шутим? Ничего. Ольге. Ольга же зовут Бузову. Не-не. Если серьезно, я отвечу. Это все были шутки. На самом деле... Да не-е-е-е. Нет-нет, я хочу объяснить, что Мальдивы очень большие. И здесь каждый отель это свой остров. И оно на самом деле все между собой очень похоже. То есть какой бы в целом не был отель, мы всего два раза здесь были, но они действительно очень между собой похожи. Здесь одинаковая природа, одинаковый везде песок. Одинаковый Бузовы. Одинаковый Бузовы. И поэтому кажется иногда, что мы где-то рядом, что где-то какой-то похожий отель. Но на самом деле, ну, не всегда так есть. Если я так делаю, то у меня головатка будет. Какая? Ну, если я так буду держать, чтобы тебя поближе было видно, то у меня только головатка. Там еще и Бородина. Так они вместе плавают. Сначала Бузова плывет, потом за ней Бородина. Там скоро Собчак. Собчак. Альфа третья. Да. Соня Альфа третья. Но у нас еще два разных объектива. У нас портретный и какой-то такой непортретный. 75-ка, да? Нет. Нет? 30-ка. 35-ка. 50-ка. 50-ка. 50-ка, Таня. 50 грамм во внутре, лучшие фотографии делаются. Я тебе говорю. Орлова тоже будет у вас. Не знаю, кто такая Орлова, но... Ну, тоже будет плыть. Ну, это целлюкс. Красивый, кстати, закат. Ну, не такой, как прям... Как надо прям. Как был первый день, но... Показываю вам, ребят, его закат. И вот видите островки. Вот это все какие-то отели. Бородина. Вот там, смотри, вот там Бузова живет. Там Бородина. Там Орлова. И тут мы. Все. Все разбились. Первый Бузовый там. А муж Бузовой вон там живет. И мы тут все встречаемся и доплаваем посерединке. Скажите мне, смешной муж, напишите, что у него классные шутки. Мой хороший, что ты делаешь? Мой даунец. Она говорит, я даунец. Да тихо, тихо, не надо. Как вы монтируете красивое видео? Заходит веншот Таня. И тупо пропадает, наверное, на полчаса нет. И вот так вот. И вот так это происходит. Вот так это происходит. И самое главное, что я еще ему это монтирую. Ну, если вы знали, что оно мне стоит. Что оно смонтирует мне пока это видео. Оно злится, короче, когда я прошу смонтировать. Потому что я не сторизмейкер. Да, да. И я не могу как бы и снимать, и монтировать, и для себя, и для Вани. Таня зашивается, короче, ребята. И еще для Бузовой монтировать что-то надо. Все, короче, зашивается, Таня. Ой, извини. Давай еще вопросики. Смешно. А у Вани все тебе что-то смешное. Ой, да, конечно. Сколько еще планируете отдыхать? Ну, насколько билета хватит? Настолько я планирую. А это именно до 11-го числа. 11-го числа мы уже... Вам не скучно вдвоем? Нет. Нам никогда, в принципе, не было скучно вдвоем. Вот правда. Реально. Мы всегда можем посидеть телефончиками. Ну, то есть, даже если у нас... Посмотрите. Мы не то, что там 24 на 7 постоянно активно разговариваем. Ну, я бы хотел. Да, мы можем просто молчать. И нам при этом тоже комфортно вдвоем. То есть, это не значит, что вы всегда должны быть вот такие прям на позитивчике вместе. Это не значит, что если вы там любите помолчать, любите где-то... Короче, это нормально, да, помолчать. И вам при этом комфортно. Ну, мы, кстати, немного молчим. Ну, немного, да. С тобой помолчишь. Я бы чаще молчала. Даня вообще бы тут два дня разговаривал. У меня бы было, знаешь, словесный детокс. Не знаю. Ну, мы можем какие-то передачки разные посмотреть на ютубе, например. Я сегодня смотрела интервью Дани Милохина. Это вообще такой бредняк. У Собчак. Он, кстати, тут не плавает где-то, нет? Даня Милохин не нападил? Нет, еще пока не приплывал он сюда. Ну, короче, да. Ну, этот Малеха, он вообще, конечно. Да не, нормально. Не, он нормальный, но он неинтересный интервью. Ну, Ваня просто любит совершенно другие интервью. Если я люблю что-то... Я люблю... Ваня смотрит более такой интеллектуальный контент. И слава богу, что он его смотрит, потому что я всегда так же слушаю все, что он смотрит. И где-то... Интересный вопрос был. Ты веришь в реинкарнацию? Опа. Вопросик. Я же задумался. Ну, я верю в Бога. Поэтому... Я как бы не исключаю вариант, что существует карма, что существует какое-то, возможно, перерождение души. Но так, чтобы я свято в это верила и только в это, то, наверное, нет. Тяжело вообще, мне кажется, вот... Ну, я, наверное, больше нет. Это, знаешь, такой вообще тяжелый вопрос. На самом деле, мне кажется, чтобы ответить на такой вопрос, надо очень обдуманно подойти к нему. Да, мне кажется, дело же не в этом. Это же твое личное мнение. Это может быть либо нет, либо нет. Ну, я просто об этом никогда не думал. Очень тяжело ответить на вопрос о том, что ты никогда не думал. Ну, как-то, мне кажется. И не углублялся. Я же не читаю там всякие веды или еще что-то. И не верю в астрологию и все такое. А я люблю астрологию. Ну, мне просто это очень интересно. Закрыт или магазин локдаун? Да, но мы можем, в принципе, у нас можно есть запись на самовывоз с возможностью примерки. Можно все заказать онлайн через наш директ-сайт. Есть любимая книга. Вижу вопрос. Видишь, какое у меня хорошее зрение? Как восстановилось. Да, у тебя реально тупо как у орла. Озоркий глаз, Таня. Любимая книга. Наверное, любимой нет. Такой прям, чтобы одна единственная. Есть какой-то список любимой литературы. В моем случае это какая-то художественная литература. Романы. Буквари. Ну, когда-то мне очень нравилась Дженейр книга. Я прям обожала. Но потом поняла, что, наверное, нельзя сказать, что это моя любимая книга. Можно ответить всегда, что ваша любимая книга «Маленький принц». Не ошибетесь. Ого, что это такое? Смотрите, смотрите, ребят. Это рыбка такая маленькая, да, наверное? Да, да. Жестный, это летучий голландец. Короче. Там были вопросы, за ними не вижу. Мажор фильм ни о чем. Согласен. Да. Романя тоже их смотрела. Ну, такой типа на американском. Смотри, какой красивый закат. Посмотри, какой красивый закат. Нет, нет, покажи вот так. Подожди. Сори, Тань, показывай. Не видно ни черта. Ой, ну, кстати, реально. И он там уже лучше видно. Ну, боже, в жизни это нереально красиво. Подожди. Ё-моё. Подожди, ребят. Подожди, ребят. Тань аккуратно. Сейчас, чтобы я не упала. Поцаробуйте. Сейчас я переверну камеру. Ой, как это сделать? Это мой животик. Как это сделать? Посмотрите, ребят, как красиво. Но камера не передает. Камера вообще нихрена не передает в этой жизни. Ну, там чуть-чуть так и лучше. Не, ну, блин, просто этот фильтр еще дурацкий. Ничего не передает, если честно. Завелось, завелось, полугольник. А как я, отчего я широкую уголку включу? А, вот. Видите, я так всегда хожу. Можно сказать, по лесу. По краю, что? А ты куда еще идешь, чтобы мы тут вдвоем упали? Да. О, боже, как красиво, Ваня, вероятно. Я хочу фотку на фоне такого заката. Все, выходим с камерами эфира. Блин, ребят, ну честно, просто работа зовет. Я не знаю, как... Сейчас, подождите. Сейчас я выключу этот дурацкий фильтр, чтобы показать вам, как это на самом деле выглядит. Смотрите, как красиво. Я не знаю, это вообще телефон не передает. Не так красиво в жизни. А давайте, ребят, давайте, так как сегодня я не была готова к эфиру, я предлагаю такую вещь. Я предлагаю завтра выйти в прямой эфир тематический и поговорить. Вот мы расскажем вам про цены, вот про все, что вам интересно. Я даже в сторис вам скажу завтра время, потому что мы особо... Боже, оно красивее с каждой секундой. То все, Таня, оно будет 10 минут, давай, заканчивай. Блин, ребят, завтра мы выйдем в прямой эфир, расскажем вам про цены на Мальдивах, про все, что вам интересно. Просто прям нормально пообщаемся, я не буду смущаться. Укос на Москве. Я какую-нибудь взяла, но вы же знаете. Все, давайте, ребята, люблю, целую, обнимаю. Простите, что вредничала, не хотела с вами поначалу общаться, просто Ваня меня не...